добрый день дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании но речь пойдет сегодня не об испании а якобы самой счастливой стране мира о финляндии когда я волонтерила финском красном кресте мы встречали украинцев однажды приехала семья из киева с мальчиком лет 10 и чтобы немного утешить ребенка я ему говорю не волнуйся вскоро все скоро закончится и вы вернетесь домой на что мне отвечать никуда мы не поедем финляндия самая счастливая страна ох ох типичный пример когда люди путают туризм с эмиграцией и приезжают сильно завышенными ожиданиями а я не стала рассказывать ребенку что все в мире относительно что немцам хорошо то русскому смерть или вот в ссср 15 тысяч погибших в афганистане это было огромное количество а для россии 40 тысяч погибших на украине это мелочь бабы еще нарожают а материнский капитал монет и молит молит это правда что финны приняли украинцев с большим сочувствием у некоторых финнов еще живы воспоминания о зимней войне когда ссср совершенно не мотивировано напал на финляндию в начале войны все финские сми говорили что беженцы это женщины с детьми а по факту оказалось что среди беженцев множество молодых здоровых мордатых мужчин финны почесали в затылке призадумались ну рабочие руки стране нужны добро пожаловать хлопцы на стройке финского народного хозяйства однако не все так просто однако оказалось что на работу идти дурней нема пойдешь на работу вычесть заработанные способия или вообще лишишься пособия а так нормалек лет в финляндии хорошие велосипед рыбалочка пивасик посиделки в кругу друзей раньше украинцы приезжали например работали на фермах или на сборе клубники а теперь фермеры везут рабочие руки из узбекистана финны почесали в затылке подумали и пошли голосовать в результате власть сместилась вправо и новая метла начала мести по новому первым делом постановили что статус временной защиты и вид на жительство в финляндии не будет предоставляться гражданам третьих стран убежавших из украины одобренные ранее виды на жительство будут действовать до 4 марта этого года приехал нигериец который учился на украине придется ехать в нигерию приехали армяне которые работали на украине придется ехать в армению и так далее далее взялись за социалку для понаехавших предложено создать для иностранных жителей страны отдельную систему социальных пособий который будет отличаться от пособий людям давно живущим в финляндии такая иммиграционная политика уже например ведется в дании где социальные выплаты в полном размере положены лишь тем кто прожил в стране восемь и более лет такие же критерии могут быть введены в финляндии пособия по безработице и базовые социальные пособия для иностранцев заменят на интеграционные пособия выплата которых включает в себя обязательства по интегрированию также пособия по безработице будет включать в себя языковую надбавку который будет выплачиваться лишь тем кто в достаточной мере владеет финским или шведским языком таким образом правительство надеется побудить понаехавших изучать финский язык пособия по уходу за ребенком на дому иммигранты будут получать только спустя несколько лет проживания в стране так делается например в норвегии из матерей иностранок имеющих детей возрастом до трех лет лишь одна треть ходит на работу среди финок этот показатель составляет две трети правительство хочет подтолкнуть иностранных крудах к трудовой жизни урезая пособия по уходу за ребенком на дому так называемый норвежская модель эта система в которой иностранки получают право на пособие по уходу только прожив в стране несколько лет кроме того что не хватает рабочих рук на трудоустройство матери и ее заработок в долгосрочной перспективе пособие по уходу за ребенком на дому влияет негативно правительство планирует и другие сокращения которые сильнее всего ударят по просителям убежища так что на пособиях отсидеться не получится боливар не вынесет такого количества всадников все на работу ну и вишенкой на торте для получения гражданства минимальный срок проживания в финляндии увеличат с 5 до 8 лет а в основном все хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо на этом я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч всем пока